Стены в детской школе искусств классика буквально содрогаются и подскакивают, когда мальчишки народного ансамбля «Ярмарка» оттачивают свои дроби, подскоки, присядки и другие элементы. Чтобы научиться выполнять все так слаженно, четко и ритмично, требуется немало труда. Раньше для меня было самым сложным – это присядка на большой скорости. Иногда я не успевал садиться в присядку и вставать, и меня все опережали. Но потом со временем я начал хорошо заниматься и стал делать почти быстрее всех. Захар пришел в коллектив два года назад. Русские народные танцы сразу пришлись по душе, хоть поначалу было непросто. Но именно сложные трюки и яркие элементы заражают этих мальчишек. Русские народные, они более такие зрелищные, во-первых. Во-вторых, там трюки лучше, как бы там, ну там более нагрузки. Как бы в этом современном руками покрутил и все. Ребята занимаются в ярмарке семи лет в разных возрастных категориях. Особая физическая и музыкальная подготовка здесь, конечно, важна, говорит тренер, но главное – это желание. Конечно, проще тем, у кого есть физические данные, это бесспорно. Обязательно, когда человек слышит музыку, это очень важно. Но и были случаи, когда вроде как бы человек приходил с нуля и он развивался. Больше десяти лет Денис Геннадьевич обучает детей в дыше и классика. Через танец прививает любовь не только к хореографии, но и к русской народной культуре. Говорит, самое основное в работе с мальчишками, как и в жизни – дисциплина. А русский танец сам по себе заряжает и вдохновляет ребят. Через игру, через ритм, через хлопки. То есть они этим заражаются потихоньку и им становится интересно. Особенно добываются трюки какие-то. Ну, сразу самые простые. Все равно у них идет между собой соревнование, борьба. И они начинают уже друг перед другом. Перепляс такой у них. Им интересно, они приходят с удовольствием. За плечами коллектива уже множество побед. Последний кубок совсем недавно привезли из северной столицы. Ансамбль стал лауреатом первой степени во Всероссийском конкурсе-фестивале «Танцевальные сезоны Петербург». Вошел в пятерку лучших со всей страны и открывал праздничный гала-концерт. Такие заслуженные награды вдохновляют на новые победы. И ребята уже вновь готовятся покорять всех своими яркими танцами. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».